Здравствуйте, с вами Мастер Спорт, а программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорт расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Танцы, танцы, танцы. С недавних пор это увлечение было причислено к спортивным дисциплинам. В Самаре это очень популярное направление. Как говорится, танцуют все. Где можно правильно научиться это делать, мастеру спорта расскажут. Петр Прокопенко, начальник отдела по физкультуре и спорту администрации Октябрьского внутригородского района городского круга Самары и тренер по месту жительства Тамара Новикова. Здравствуйте. Здравствуйте. Действительно, Тамара, расскажите, можно ли научиться танцевать или кому-то это не дано? Нет, конечно. При желании всех научим, всем покажем. Детишки у нас все довольные. Как бы с малого и до великого все способны. А какой возраст лучше начинать? В разном виде спорта рекомендуют разные возраста. А вот в танцах? В танцах, мне кажется, даже чем раньше, тем лучше. Потому что пока детки, как бы, мне кажется, им хочется самим и как-то творчески развиваться, поэтому... Ну, что прям, из пеленок сразу на танцпол? Ну, с четырех, вот, мне кажется, самый оптимальный возраст. Ну, а они понимают, что вы от них требуете? Да, конечно. У нас... Мы же не требуем от них сразу, там, встать к станку или, там, садиться на шпагат. У нас все это в игровой форме происходит. Тренировки проходят в Орленке, в тростковый клуб. Это где? Гаражная, 22. Дни, часы, когда к вам приходить? Три раза в неделю у нас проходят тренировки. Это вторник, среда и по субботам. То есть вторник, среда у нас, получается, вечернее время, это с шести до, там, семи, половины восьмого. А по субботам у нас это утреннее время, с десяти до часа мы там. Поэтому всех желающих мы ждем. Ну, вы уже обозначили такой потолок, все-таки потолок какой? До какого возраста можно научиться танцевать? У нас это от четырех до четырнадцати лет. Петр, вот как удалось продвинуть в Октябрьском районе, можно сказать так, новый вид спорта, танцы? Потому что обычно у нас, ну, классик футбол, хоккей, ну, и баскетбол иногда. У нас в этом году насчитывает уже пятилетний юбилей работы тренеров по месту жительства. Срок, прямо скажем, немаленький. Есть моменты различного плана. Вот. Пора бы уже, наверное, какие-то итоги подводить. Первоначально работа тренера осуществлялась именно вот, что называется, тренеры двора. Это, как правило, довольно старшего поколения мужчины, тренеры, что называется, от бога. И, как правило, культивировались игровые виды спорта. Такие, как футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, безусловно, зимний вид спорта. Мне показалось, все-таки, в первую очередь, как начальнику отдела по спорту, администрации внутригородского района, что будет правильно, если мы немножко будем развивать направление тех видов спорта, которые, в первую очередь, востребованы нашими жителями. И таким направлением у нас, благодаря Тамаре Новиковой, стало спортивные танцы. Я, честно говоря, очень рад, что Тамара пришла к нам в коллектив, немножко разбавила мужскую компанию. Вот, и теперь у нас, я думаю, что в ближайшем будущем те ребята, которые занимаются танцами, могут очень активно участвовать в наших районных соревнованиях. Какие направления вы пропагандируете? И, действительно, у молодежи сейчас какие спортивные танцы популярны? Ну, это же, конечно, как группа поддержки у девочек, как черлидинг. Да, вот, мне кажется, среди вот уже девочек, которые постарше, это, конечно, популярно. Им хочется, потому что уже более такие взрослые танцы. А для деток это больше как ритмика, какие-то подвижные, даже игровые больше номера. Да, надо продвигать новые виды спорта. А как это все продвижение происходит, расскажите? Минимум раз, два раза в месяц проводят совещания с нашими тренерами по месту жительства. И, конечно, мы даем некие рекомендации по тому, каким образом все-таки нужно привлекать жителей. Взаимодействуем с образовательными учреждениями, со школами, в частности, с детским садиком. То есть возраст детей позволяет еще взаимодействовать с дошкольными образовательными учреждениями, учреждениями доп. образования. У нас в городе довольно активно развивается территориальное общественное самоправление в том плане общественной активности. Поэтому, конечно же, нам на помощь приходят не только председатели ТОС, но и старшие по домам, которые активно и охотно отзываются расклеить объявления на подъездах. Вот недавно у нас в этом году произошел случай. Я являюсь еще членом комиссии по делам несовершеннолетних. И к нам на рассмотрение поступило дело несовершеннолетней девочки, которая, как уже выяснилось в процессе рассмотрения административного дела, просто мечтает, девочка просто мечтает заниматься аэробикой и танцами. Ну, наверное, вы уже все, телезрители, догадались о том, что звонок поступил Тамаре от меня, и мы договорились, что девочка обязательно посетит. Процесс таким образом отлажен, что и те дети, которые находятся в какой-то трудной жизненной ситуации, нет средства родителей оплачивать платные секции. Я понимаю, что для этих родителей очень важно именно бесплатная секция. Тамара, необходимо детей просто за ручку приводить? Или все-таки нужна их инициатива? Нет, все-таки нужна инициатива ребенка, потому что я считаю, ни в какой вид спорта не нужно, как это сейчас многие родители делают. Там была у них мечта в детстве, и они хотят тоже свою... Реализовать свою мечту на детях, да? Я считаю, что такое ни в коем случае делать не нужно. Все должно исходить от желания ребенка. Но попробоваться-то можно, да? Попробовать, конечно. Пробовать можно. Ну и заканчивая нашу передачу, Петр, хотелось бы узнать, сколько в Октябрьском районе тренеров, действительно эффективна ли их работа? И нужна ли она? Вот пять лет прошло, что можно сказать? Какие-то итоги. Да, можно ли подводить какие-то итоги? Вы знаете, мнение многих людей, в частности, с кем я общаюсь, довольно неоднозначно по поводу работы тренеров по месту жительства. Но могу сказать, вот те цифры назвать, которые объективно у нас существуют. С 2012 года у нас работают тренеры. Их количество было в 2012 году 10 человек. Вот и по мере, скажем так, практики, нарабатывания практики работы, их количество увеличилось на сегодняшний день, их 13 человек. Однозначно у нас увеличилось количество мероприятий, а значит и количество участников, которые на них присутствуют. Могу сказать, что Октябрьский район – это молодежный район, там, в хорошем понимании, это студенческий район. У нас на территории присутствуют практически все основные образовательные учреждения высшего ранга. И по, опять же, статистике, могу назвать цифру, что порядка 50 тысяч человек занимается в Октябрьском районе систематически физической культурой и спорта. Призы, медали, какие соревнования, чем можно похвастаться? Какие достижения есть именно у тренеров и у их подопечных? Вы знаете, департамент физической культуры и спорта вел замечательную, на мой взгляд, практику. Они, начиная с 2012 года, начали проводить соревнования среди дворовых команд. Я могу, в общем-то, наверное, с гордостью сказать, что команда тренера, одного из наших тренеров по месту жительства, Белова Сергея Викторовича, занимает уже несколько, это подряд, призовые места. Первое, второе, третье, опять второе. То есть, вот, я считаю, что... Здесь спорта? Это футбол. Вот, я считаю, что этот определенный показатель, вот, которому не только нужно стремиться, но и который нужно учитывать в планировании дальнейшей работы по развитию физической культуры и спорта. Ну, в частности, развитие массового спорта, спорта по месту жительства. Учитывая, что у нас, начиная с 2016 года, это как новые полномочия района, считаю, что очень важное направление, которое следует развивать. Это были танцы на телеканале «Самара ГИС» в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.8 или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»